На окраине города Жуков, вот асфальт до дома, рядом с лесопилкой, находится дом на 12 сотках земли. Это вот калитка, рядом с домом место, где можно поставить машину. Дом отгорожен от не очень проезжей улицы, кустами сирени, тополями, большим кустом ерги. Ерга очень вкусная, кстати. Гараж. Ну гараж мы, я покажу потом изнутри. Ерга очень вкусная. Итак. Это, кстати, пихта. Мы ее сажали. Ну сколько уже? Ей лет 10, наверное. За 10 лет она уже выросла. Такое серьезное дерево. Это кусты сирени. Когда они цветут, запах и красота неимоверная. Итак. Перед домом небольшой палисадник. Разные кусты можжевельника. Плетущаяся сосна. Такой прудик с фонтаном. Вот. Очень красиво журчит вода проведенного электричества. И вот в зарослях розы и можжевельника. Красивое такое место перед входом в дом. Беседка. Беседка. Яблони. Беседку оплетает... Забыл, как называется. Сейчас вспомню, скажу. Мамуль, как называется растение, которое на беседке? Актинидия. Актинидия. Которая плодоносит. Да. И плоды очень полезные. Гараж, курятник. Со стороны улицы огорожена небольшая территория, где гуляет птица. Вот. Это барвинок. Это ива. Да, вот здесь вот живут курицы. Ага. Это вот таких курятник. И вот такой дом. Внутри дом я покажу попозже. Это можжевельник, который растет рядом с баней. Баня. В бане находится котел газовый. Это комната отдыха, из которой топится парная. Баня уже давно эксплуатируется. Баня отделанная вагонкой. Вагонка потемнела вся. Выжарилась. Выжарилась. Ну, хорошо. В общем, баня – это здорово. Мы обычно топим ее до 120 градусов и паримся. Ну, это сарай и так далее. Участок, основная часть участка находится за домом. За домом. Здесь цветник. Цветник и виноградник. С этой стороны тоже цветник. Весной вот эта вся поверхность голубыми цветами, первоцветами. И потом ландыши здесь цветут. Ну, а летом хоста. Вот. Очень вкусные яблоки на этой яблони. Да, еще один виноградник. Тоже сад из яблонь, груш. Здесь колоновидные яблони. Теплица. Теплица очень даже такая путевая, в которой растет виноград. Перцы, помидоры и огород. Картофельная грядочка, клеверное поле. Вот недавно я его покосил. Огурцы, кабачки, тыква. По периметру растет смородина, крыжовник, черная, красная смородина, белая смородина. Вот. Ну, ладно. Так, это... Всего 12 соток земли. Вот такой дом. Дом состоит из нескольких частей. Вот эта вот 7 на 7 часть жилая. Видно, вот здесь пристроена эта часть кухни. Ну, баню я вам уже показал. Теперь дом. Дом. Ну, начинается с крыльца. Крыльцо. И мы входим в веранду. Веранда просторная, большая, с самодельным столом. Здесь умещается, ну, 12 человек. Не 12, а где? 3, 3, 6, 8 человек точно помещается. Но иногда мы приставляем тут и больше. Камин. Вполне рабочий. Сама веранда неотапливаемая. Мы топим ее либо обогревателями, ну, и камином. В самые сильные морозы. Здесь, конечно, прохладно. Вот. Есть хороший погреб. Кухня. Давайте включим свет. Ага. Просторная, большая кухня. Вот сейчас только что мы готовили для всей семьи праздничный обед. Итак. Прохладный подвал. Большой, кирпичный, из блока, бетонный. Угу. Почти под всей верандой. Итак, это веранда. Из кухни можно попасть в жилую зону дома. Вот та, которая 7 на 7, про которую я вам рассказывал. Жилая зона состоит из четырех комнат. Вот одна проходная, из которой мы попадаем. Спальню. Спальню. Вот. Зал. Большой, просторный, на три окна, зал. И вход, ну, в детскую, да, гостевую комнату, вот, из которой видно палисадник, беседку, качели. Угу. 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 Итак, еще раз. Кухня, из которой можно попасть в веранду. И удобство. Ванная. И туалет. Колонка. Вот такой дом. 100 километров от МКАД. 10-13 километров от Обнинска. До станции Обнинска ехать, ну, примерно 20 минут на машине. Постоянно ходят автобусы. Прекрасный дом для загородной жизни. Все удобства. И в то же время, рядом лес находится. Лес с грибами. С брусникой. С брусникой. Прекрасный дом для загородной жизни. Прекрасный дом для загородной жизни. Прекрасный дом для загородной жизни. Прекрасный дом для загородной жизни.